Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Вы, надеюсь, вы все взяли ручки и листочки. У нас сегодня будет крутая тренировка с чемпионом мира по бодибилдингу и пауэрлифтингу Поповым Сергеем. Серег, мы сегодня должны убить все. Что мы убьем? Сегодня мы будем убивать плечи и спину. Я хочу, чтобы мы убили Ангелину. А, если касаемо убийства ее, то это будут яходицы. Шикарно! Замешивайте протеин, стругайте огурчики, а мы начинаем! Давай, что мы будем качать тогда, блядь? Блядь, ты меня просто грузишь! Серег, с чего начинаем тренировку плеч? Вообще, предварительно всегда начинаю с разминки небольшим весом, прорабатываю плечевой сустав. То есть это, в принципе, выглядит следующим образом. То есть я гантели беру вот таким образом, поворачиваю вперед кисти, возвращаю в исходное положение. 15 повторений внутрь, вот таким образом. То есть ротация, да? Да, все верно. Затем уже поворачиваю руки перед собой. Сохраняя положение изгиба в локсевом суставе. Таким образом прогреваем плечевой сустав. И затем уже переходим к основному первому упражнению. Это махи в стороны на средний пучок гальтовидных мышц. Ты до анатомического предела, ты не пытаешься растянуть ее? Почему? Я растягиваю. Растягиваешь, да, немножко? То есть я постепенно сначала делаю примерно вот на такое расстояние, потом проворачиваю максимально назад. Зачем? Стараюсь уже ниже, ниже поворачивать. То есть я увеличиваю по факту траекторию движения. Постепенно? Конечно, конечно. Тут самого начала-то в любом случае не получится, потому что плечо холодное, его надо разогреть. Таких два подхода. Затем мы приступаем уже к основному первому упражнению. Это махи в стороны на среднюю дельту гантелями. Тут ничего сложного тоже у меня нет. Вообще, по факту, я делаю кратно двум подходом. То есть я начинаю с пятерок на 20 раз, два подхода, потом 7,5, потом 10. И таким образом дохожу до рабочего веса. Сегодня рабочий вес будет проемен 15 килограмм. Почему? Потому что у меня был продолжительный отдых, отпуск, как угодно. Это можно назвать после соревновательного сезона. Не рискую здоровьем, что, собственно говоря, вам не советую. Вот, поэтому начинаем плавно, аккуратно. Сберем 5 килограмм. Это мой вес. Серег, как откомментируешь? Вот у тебя манера такая была, которую все обсуждали на самом деле. Ты не знаешь, но все это обсуждали. У тебя манера исполнения немножко всегда вот такая. А, почему я опускаю голову вперед? Для того, чтобы расслабить трапециевидный мышцок. Так, смотри. То есть, когда ты опускаешь голову... Я по факту растягиваю трапецию и шею, получается, для того, чтобы ее лишний раз не сокращать. Потому что основная ошибка большинства людей, когда они делают, они поднимают шею вот таким образом. И когда начинают делать, автоматически зажимают трапецию. Поэтому я голову подаю вперед, для того, чтобы не создавать лишнего давления. И таким образом концентрируюсь на отведениях лучше. То есть, это очень хорошо заметно по движению. В стороны я отвожу как можно плавнее, но темп такой у меня чуть медленнее среднего моего. То есть, обычный темп подразумевает вот такой мах у меня. Я стараюсь в стороны разводить поплавнее, опускать тоже поплавнее. Поскольку сейчас разминочный по факту подход. Серег, смотри. Вот у Луценко вышло видео, и там тебя презентовали. Вот то, что ты вырос якобы из-за больших весов. Вот это относится к плечам. Нужно ли вот сделать огромные веса? Вообще, сейчас я тренируюсь, получается, под руководством Андрея Мельникова. Вот. Мы принцип тренировочного процесса поменяли. Каким образом он построен? Есть определенные переменные, которые у нас участвуют в принципе в построении тренировочного процесса. Силовая прогрессия, объем работы, сокращение отдыха. То есть, вот эти три фактора, которые влияют. Поскольку все-таки я использую упражнения по большей степени тяжелые, именно с базовыми мышечными группами. Это грудь, это спина, это ноги. И то не все упражнения, сразу скажу, используются в максимальных весах. Почему? Потому что нужно соблюдать одну из переменных, которые я сейчас в абсолют вывел. Это объем работы. То есть, тренировка должна быть построена так, чтобы объем работы, которую ты выполнял, преобладала над всеми остальными. То есть, у меня получается, самое главное, приоритет сейчас какой? Это количество времени, под которым мышца находится под нагрузкой. То есть, я преследую в первую очередь это. Поэтому отдых отходит на второй план. Естественно, силовая прогрессия тоже. Вот. Таким образом, я использую веса не такие большие, хотя могу использовать больше. А вот объем работы, который я выполняю за подход, увеличиваю. То есть, таким образом, получается, у меня увеличивается количество повторений, или же я замедляю темп выполнения упражнений. Как правило, акцент у меня идет на позитивной фазе, потому что под ней максимальное сокращение мышц идет. Не растяжение, а именно сокращение. Таким образом, у меня строится, в принципе, тренировочный процесс. То есть, я использую, допустим, вот сейчас пример показываю. Темп такой, что у меня позитивная фаза замедлена, негативная у меня, допустим, ускорена. Это раз. Во-вторых, вес используется чуть выше среднего по возможности, чтобы я выполнил, например, там 4-5 подходов на 20-15 повторений в том темпе, который мне нужен. И таким образом я строю свою программу. То есть, вот понимаешь, для зрителя, для обывателя, чтобы расставить все точки над «и», получается, что вот эта презентация, когда говорят, вот этот огромный монстр всегда поднимает только тяжелую штангу, это формулировка неверно здесь. Ведь ты по-разному тренируешься. Все верно, все верно. В разные дни, в разные месяца. Еще и в зависимости от подготовки. Момент такой, да, опять-таки, в какой фазе находишься ты. То есть, если это массонабор, естественно, допустим, приоритет на силовую прогрессию, он имеет место быть. Если, например, это все-таки сушка, подготовка к соревнованиям по бодибилдингу, то есть, корректировка формы для того, чтобы выглядеть на соревнованиях, так соответствует по критериям соревнований, там уже необходима совершенно другая тренировочная программа. То есть, там используются другие, во-первых, принципы, вот, и, соответственно, веса. То есть, когда ты сушишься, как правило, чтобы не было риска травмироваться, естественно, веса, они убавляются для того, чтобы, как бы говоря, тебе безопасно дойти до соревнований. Потому что, если ты будешь травмирован, то уже такой формы у тебя не будет. Элементарно будет отек, рельефность теряется, сепарация теряется, ты уже выглядеть будешь значительно хуже. Серег, смотри, я правильно понимаю позицию, как бы, вот, твоих сейчас тренировок, и, соответственно, твоих тренировок целых два, да, у тебя их? Все верно. Вот. Что, по сути, вы такие первые ребята, кто вернул периодизацию и теперь использует ее в бодибилдинге. Ну, а почему нет? Если это работает, методика, то ее надо использовать. Я до этого утверждал, что, как бы, она хрена, у нас бодибилдинг, такой химический рост, да, нам не нужна периодизация. В моем понимании я вообще себя, в принципе, позиционирую как практик, потому что теория с практикой, она не всегда вяжется. На теории может быть хорошо, в практике обстоятельства могут говорить об обратном. То есть на теории, допустим, можно хорошо кушать, много кушать, и ты будешь расти. Практика показывает, что у тебя может быть язва или какие-то проблемы с пищеварением. Вместо того, чтобы себе сделать лучше, ты еще себе все поломал внутри. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы практически подобрали под себя все необходимое, для того, чтобы это работало. То есть, ну, тупо себя, я не знаю, задавить едой. В итоге ты себе усугубил по здоровью, удар сделал внушительный такой. Пользуя себе никакой от этого не будет, это будет только ухудшением. Поэтому я все-таки сторонник, в первую очередь, того, чтобы показывать людям, что работает, по крайней мере, на мне. То есть мы сегодня разбираем по этому тренировку, которую я провожу всегда. То есть эти упражнения мной используются годами, и они практически доказали свое применение. То есть это имеет место быть, в отличие от каких-то других упражнений. Вот, то же самое, например, и с подготовкой, с продуктами питания, которые я выбираю. То есть не все мне подошло. То есть, например, та же овсянка на сушке, мне вот, например, вообще не заползла. Самое удивительное, что я ел обычные макароны. И вот так вот во всем. То есть понятие, например, источники сложных углеводов, довольно-таки обширная корзина, правильно? Но из этого всего лучше что-то подойдет, например, в ограниченном количестве. То есть ты же не будешь есть все крупы. Ты из этих видов культур выберешь там 2-3 позиции для разнообразия, правильно? И будешь их на постоянке использовать. То же самое в тренировках, то же самое, например, в программах и тому подобное. То есть вот таким образом я как раз и мыслю. То есть для меня задача какая? Всецело. Это выбрать под себя все необходимое. Это касается всего. Питание, там, сон тот же самый. То есть, например, на мне работает лучше, когда я спрятил... Делаю упражнение, что отдыхать сейчас замерзнешь, например. 7-7.30. И еще днем досыпаю 2 часа. Вот на мне это лучше работать, чем спать за раз там 10 часов. То есть вот у меня вот так это лучше работает. Я себя днем бодрее чувствую, у меня самочувствие другое. На тренировочном процессе я лучше работаю, отзываюсь, организму лучше. Ну вот, нежели чем я когда просто сплю, например, 10 или 8 с половиной часов. Вот. То же самое с питанием, например. То есть порой периодически, например, бывали подготовки, когда я ел 3 приема пищи, но съедал все нутриенты сразу. А вот между этими приемами пищи у меня, допустим, используются аминокислотные комплексы, например, там, гидролизолят белка, например. То есть я не ел много именно по количеству приемов пищи. То есть было всего 3-4 приема. Бывало наоборот, когда практически заходил, вот именно на данном этапе, 5-6 приемов пищи дробных. Это тоже работает. Поэтому наша задача выявить для себя практически то, что на нас лучше всего сработает, и это использовать на постоянной основе. Смотри, опусти ручки вниз. Первое. У нас движение идет не отсюда, а от швов. Локоть слегка сгибается, плечи расслабь, голову чуть-чуть вперед. Вот. Все верно. Начинаем от ведения в стороны. Отводи. Смотри, очень важный момент. Кисти. Вот так вот. Вниз направь. Смотри. Вот так. То есть у нас по факту получается небольшая горочка. Плечо выше локтя, локоть выше кисти. Тираннозавра не показываем, кисть прямая. Все, поехали. Высоко не делай. То есть да, вот этого достаточно расстояния. Все, работай. Следи обязательно за положением кисти. То есть старайся не держать ее вот так. Она должна быть ровная. Да. То есть все в целом хорошо. Просто когда ты начинаешь кисть расслаблять, у тебя грузятся другие мышечные группы, как стабилизаторы. Чтобы этого не было момента, да, кисти должны быть ровные. Руки от швов. Да, да, да. И старайся делать именно отведение руки в сторону. То есть не пытайся согнуть руку в локтевом суставе. Старайся именно отвести. Да. То есть поэтому большой вес мы никогда не рассматриваем, если мы его не способны контролировать. То есть мы можем сказать, что здесь мы делаем классический макс. Все верно, все верно. Потому что как раз, когда человек берет вес больший, он стремится отвести руку в сторону. Но за счет того, что вес давит сильно, он начинает сгибать руку. Вот наша задача сохранить замок в локте и продолжить движение без перелома техники. Потому что я сперва подумал, что мы делаем вот это. Да, да, да. Категорически этого не исполняем наоборот. То есть смотри. Получается, мы убрали вес, выровнялись сразу по технике, и все у нас пошло хорошо. Конечно, конечно. Средняя дельта, она этим отличается, что ее проработать сложнее. Много замков. То есть у нас пись находится фиксирована, локтевой сустав, для того, чтобы как раз нагрузка пошла куда надо. Потому что в противном случае, если мы будем уже сгибать, движение будет сломано, и мышцы стабилизатора другие подключатся. Нам невыгодно. То есть нам надо, чтобы вся нагрузка была концентрирована в одном участке. Ну и смотри, поправь меня, я прав или нет. Если я сейчас возьму большой вес, я все равно трапецию включу. Она включится даже знаешь в каком плане. Потому что ты инертно захочешь поднять и начнешь отведение лопатками назад, что как раз сократит трапецию. В принципе. Да. Наша задача как раз наоборот, не включать лопатки для того, чтобы движение шло исключительно куда нам надо. То есть средний пучок дельта в данный момент. Поэтому да, большой вес нужно брать только в том случае, когда ты его способен контролировать. Контроля нет, нет смысла этот вес вообще брать. Он ни к чему. А мы идем дальше. На вертикальную тягу штангой. Что мы делаем сейчас? Вторым упражнением я ставлю вертикальную тягу штангой. Почему? Потому что она является базовым. Это раз. Во-вторых, я его немножечко модернизировал для себя. Так-то это выполнение делали уже неоднократное количество раз, но для меня оно самое комфортное. Потому что в большинстве случаев вертикальная тяга подразумевает вот такое использование штанги, как правило, во всех журналах. И вот такой подъем. С трапецией. Который по факту включает по большей степени трапецию до передней дельты. Я беру следующим образом. Я беру широко и просто отвожу, получается, плечевую кость в сторону. Все. Движение не требует высокого подъема. Нагрузка довольно-таки очень хорошо грузится. И можно я просто для зрителей такой же вариант снимал, я это скажу. Смотрите на локти. Ты же их не тянешь к ушам. Правильно, Сережа? Все верно. Все верно. Ты просто отводишь локоть в сторону. Я, знаешь, какой пример люблю приводить? Как будто бы я локоть хочу положить вот на эту, собственно говоря, штангу. То есть, вот она стоит. Мне требуется вот так вот просто облокотиться и все. То есть, подъем по факту локтя не должен быть слишком высокий. Для того, чтобы у нас при отведении локтя в сторону у нас не зацепилось плечо и поднялось оно вверх. Чтобы трапеция не включилась. То есть, вот. Вот такого отведения вполне достаточно. Поэтому, если смотреть градацию подъема, это где-то середина живота. Этого вполне достаточно. Так что, окей. Все. Теперь ты просто отводишь локоть в сторону. Вот таким образом. Да. Только локоть должен слегка смотреть вперед. Да. Все. Нет, плечами не двигаем. Да, плечи на месте. Вот. Продолжаем работу. Выдох вверх, вдох вниз. Все. Угу. Так, хорошо. Отлично, замечательно. Самое главное, высоко не пытаемся поднять. Почему? Потому что нам важно, чтобы у нас плечо не задиралось. То есть, здесь работа осуществляется без применения плеча. То есть, смотрим, насколько у нас... Короче, по плечу ориентируемся. Конечно. Нет. Ориентируемся по плечу. Да, все верно. Как локоть поднимать. То есть, у нас всегда есть некая градация подъема. То есть, у нас плечо, самая высокая точка, следующая точка локоть, потом уже пустится. Угу. Пара повторений этого достаточно для подхода. Заключительный. Все, умница. Аккуратно штангу ставим. Можно ли делать упражнение, которое вот мы сделали и сейчас выделаем, если, допустим, у меня сколиоз? Первый момент, опять же, надо узнать, какая у нас, скажем так, стадия этого сколиоза. То есть, если нет никакой инвалидности, каких-то сложных проявлений формы этого, данного недуга, в принципе, это упражнение с умеренным весом вполне можно выполнять. То есть, здесь никаких, скажем так, противопоказаний нет. Поэтому смело можно использовать. Просто самое главное – контроль веса и техника. Пошли. Так, Серега, сейчас такая тенденция пошла. Примеров очень много. Из знаменитостей у нас, из зарубежных, это Уолберг Марк, товарищ. Из русских у нас товарищ Ивлеева. Похудение на таком препарате, как Симовик, Азельгель, самоглудить действующее вещество. Что ты можешь сказать про этот препарат? Оборот просто очень большой, касаемо именно данного вопроса. Потому что мне, как тренеру, мне часто задают этот вопрос, что скажешь про данный препарат. Вот ты, как эндокринолог, что скажешь про него? Ну, смотри, это группа гипогликолитических препаратов у нас. Основная фишка в чем? Они немножко различаются касается всех гипогликолитических препаратов, которые вы можете купить. Только очень маленькая часть не обладает действием, стимулирующим поджелудочную на выброс инсулина. Дальше, если вы берете, ребят, не надо верить мне, какому-то тренеру. Инструкция, да? Берем инструкцию и читаем. Стимулирует выброс инсулина. Или там клетки инсулина, бета-клетки инсулина. Это что значит? Проблема не в том, что вы не высохнете. Вы можете взять препараты сульфомочевины первой группы, древние, соответственно, препараты гипогликолитические, и то же самое. Вы будете на них сохнуть, они будут вам создавать дефицит глюкозы, и вся вот эта реализация глюкозы будет идти. Что будет, когда вы отмените? Как отнесутся к длительной стимуляции ваши бета-клетки поджелудочной железы? Вы можете войти в ту же самую инсулинорезистентность и в тот же самый, если у вас там были какие-то незначительные проявления второго диабета, то на выходе может случиться и второй диабет. Потом не забываем, что если брать аземпик, главную побочку, да, это поражение кишечника нервных, да, окончание кишечника, это побочка есть. И вот этот вот скандал, когда девочка с аземпиком, да, теперь она будет жить жизненно с диареей. Это вот эта история, если называть простыми словами, это вот неврологические поражения. Но самое, что до неврологических поражений придет, это гиперфункция поджелудочной железы. Чем это закончится, это сугубо генетическая история. Вот у тебя панкреатит, это может быть похуже. У кого-то все хорошо с поджелудочной железой, это может быть получше. Но резюмирую, что вы играете с вещами, которые вы обратно откатить, скорее всего, не сможете. Короче, касаемо данного вопроса, если кратко, тысячу раз подумать перед тем, как эту херовину покупать. Также от себя хочу добавить, не во всех аптеках его можно купить, но купить все же можно. Поэтому отнеситесь к своему здоровью, пожалуйста, пощебетильнее. Подумайте еще несколько сотен раз о том, стоит ли вообще применять данные препараты или нет. Блядь, вот кинуть бы в нее чем-нибудь, сука. А вы можете ее пинуть, пожалуйста? А ты что туда ушла? У тебя жим ногами сейчас будет, широкая постановка ног. Первое, что мы делаем, это надежно себя погружаем на скамейку скота. То есть мы полностью фиксируемся плечами, прижимаемся к голову, как я уже, в принципе, говорил, направляем вперед. Зазирать ее не надо. Ноги сводим ближе к себе, руки у нас опускаются вдоль бедер и начинаем отводить в сторону. За счет полной фиксации здесь большой вес просто не нужен, это не требуется. И просто прошибаем среднюю дельту. Таким образом, вот эти маки являются одними из самых-самых-самых сложных, в то же время безопасных. И в моем понимании КПД это упражнение одно из самых максимальных, как я уже говорил, за счет того, что мы полностью зафиксированы. Здесь, в принципе, очень сложно читинг применить какой-либо. То есть техника здесь максимально такая правильная, без нарушений. То есть здесь не получится даже при желании дернуться, прыгнуть и так далее. Очень рекомендую это упражнение. Терек, скажи, пожалуйста, какой хват мы здесь используем? Я использую хват следующим образом. Три пальца у меня, собственно говоря, заходят в отверстие, указательный большой упирается в блин. И вот таким образом у нас осуществляется отведение в сторону. Держи. Понятно. Самое главное, как я уже говорил, следить за тем, чтобы мы тернозавра не изображали. То есть вот такой кисть у нас быть не должно. Кисть всегда у нас ровная. По одну линию получается с... С предплечьем. Все верно. Упор идет у меня... Пальцы убери из отверстия большие. Большой указательный. Мизинец можешь засунуть обратно. Куда? Ты что делаешь? Я тебе что сказал? Рок-н-ролл. Палец вот сюда в упор сделай. Большой, большой, большой. Вынимай палец. Вот. Да. Вот. Вот. Рок-н-ролл нормально. Вот. Блин, так я так себе пальцы прокачаю, что... Ну, они по факту, да, как стабилизатор используются, чтобы, блин, фиксировать. Что, в общем-то, я думаю, что будет дополнительная польза для личной жизни. И это будет прекрасно. Махи, опять же, не выше, да, плечевого сустава? Да, все верно. Мы не стараемся поднимать высоко. Почему? Потому что начинает плечо задвигаться. То есть, оно поднимается вверх, в связи с чего у нас трапеция начинает забирать нагрузку. Поэтому расслабляем ее максимально, как можем. И локти. Мы же не на прямых локтях, да? То есть, у меня подсогнуты, правильно я делаю? Конечно, конечно. У нас присутствует замок. То есть, это небольшая фиксация плечевого, получается, плечевого локтевого сустава, при котором у нас сохраняется на протяжении всего упражнения изгиб в локтевом суставе. Вот такой. Не за что. Ага. Сдачи не надо. Да, то есть, небольшой изгиб в локтевом суставе. Все, поехали делать мах в сторону. Вот, все. Что я чувствую? Боль, страдания, смятения, страх. При выполнении упражнений. В данный момент концентрация нагрузки должна у нас приходиться вот на этот участок. То есть, накрепление, собственно говоря, мышц средней дельтовидной мышцы. Это отчетливое ощущение появится повторно на 8-й, на 10-й. Потому что вес здесь большой не требуется, здесь требуется просто проработка, и все. Самое главное, как я уже говорил, следить за замками. То есть, это кисть и локоть. Все. Три повторения. Три. Два. Заключительный повтор. Даешь ли ты эти упражнения своим подопечным? Да, конечно. То есть, вот прям буквально незадолго до нас здесь сделал мой подопечный это упражнение. Я пишу. Это одно из тех упражнений, которые я даю возможность проработать плечи за счет того, что здесь отсутствует, в принципе, какая-либо возможность нарушить технику. Читинг. То есть, поэтому здесь вес берется контролируемый, что немаловажно, господа подписчики. То есть, мы берем вес в данном упражнении такой, который способен контролировать. Потому что в противном случае здесь из-за того, что у нас не получается использовать читинг, не получится в принципе никак подбросить. То есть, это упражнение просто становится ненужным. То есть, берется по этому вес чуть меньше среднего для начала, потом тихонечко по самочувствию можно прибавить и поработать. Вот. И это очень хорошее упражнение. Я бы рекомендую ставить, как правило, вторым-третьим номером, чтобы хорошо проработать среднедальтовидный. Так, следующее упражнение, которое я, собственно говоря, выполняю, это вертикальная тяга одной рукой. Только есть один нюанс. Классический вариант, он подразумевает использование гантели. Я использую вариант с блином. Для того, чтобы как раз у меня была возможность использовать кисть во время упражнения. Исходное положение у нас нейтрально висит блин. Притом, стороной к себе, не ребром. И мы поднимаем его в сторону, отводя плечевую кость от себя. И в этот момент мы как раз еще включаем в работу кисть. В исходное. За счет хвата, да, вот я, насколько понимаю, это упражнение, тоже люблю его делать. Это раз. А во-вторых, здесь вес по факту концентрируется полностью вниз, очень удобно. За счет этого и формат нагрузки, он все равно меняется. Потому что мы же зачастую используем что? Мы используем в основном гантели и штангу. Правильно? Правильно. По факту, еще есть вариант другой, это когда мы гирю используем в этом упражнении. Тот же принцип, по сути. Поэтому формат из-за этого нагрузки будет меняться. То есть наша же цель какая, в принципе, по возможности сделать разнообразие нагрузок, но при этом, как говорится, не изобретать велосипед заново. То есть сохранить нагрузку, которая нам надо, но все равно разнообразить ее. То есть вот этот вариант, он как раз подходит для того, чтобы разнообразие какое-то было. То есть другой снаряд. Ну и, собственно говоря, так концентрация нагрузки для меня побольше, чем вертикальные тяги. Я для зрителя, так еще раз уточню. Смотри, ведь концентрация больше за счет того, что мы, по сути, не тратим усилия на дополнительную стабилизацию, как я бы делал с гантелью. Все верно. То есть гантель надо застабилизировать, где-то ее там еще кистью удерживать, она у вас разбалансирует. Здесь он просто тянет вниз блин или там гиря. Тоже очень интересное упражнение, необычное. Всем советую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, и начинаешь отводить просто локоть в сторону. Все, и в исходное. С проворотом, да. То есть вот, и все. Вот у меня вопрос, я здесь держусь для чего, чтобы не качаться? Да, все верно, для того, чтобы ты могла себя зафиксировать, чтобы у тебя корпус был зафиксирован, не было никаких движений инертных за счет отведения корпуса назад-вперед. Вот, очень важно тоже, такая ремарочка, носочками тоже себе не помогаем, не надо тут раскачивать дополнительно икроножные, работает исключительно средний пучок дельта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и завершающее упражнение по факту. То есть сегодня, чтобы вы понимали, тренировка была направлена в основном на среднюю дельту. То есть есть одна комплексная тренировка, это уже можно ко мне, собственно говоря, записаться, скажем так, на занятия, я ее покажу. А эта была специализирована в основном с акцентом на средний пучок дельта. Сейчас мы цепляем среднюю и заднюю. Каким образом? Показываю. Этот мах выглядит внешне как стандартный мах, но есть пару нюансов. Спереди это выглядит вот так. Но если посмотреть сбоку, данный мах выглядит следующим образом. Мы наклоняемся вперед и делаем отведение следующим образом. Мы проворачиваем кисть вверх пальцем большим и в исходное положение возвращаем. КОНЕЦ Вот тоже очень интересный такой вид маха. Почему? Потому что в практике редко встретишь, что кто-то из посетителей зала вообще выполняет такой мах. То есть стандартный-то мах делают крайне хреново на простом-то языке, потому что начинается вот это или вот это. То есть с нарушением техники вообще прям почти под 100%. А это очень специализированное упражнение тоже. Его надо понимать, как делать. Поэтому с точки зрения его применого добивочного варианта, самое то, каким образом мы цепляем и средний, и задний дефект. Очень удобное упражнение, что немаловажно, как я уже говорил, это мы не стремимся брать большие веса. То есть задача выполнить определенный объем работы, это раз, и правильную технику соблюдать при этом два. Дорогие друзья, спасибо вам, что смотрели нас, Сергею. Спасибо за его шикарные дельты. Вам спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием на эти вопросы мы вместе ответим. И также у нас у каждого есть YouTube-канал, и у Сергея, и у Сергея, и у меня. Поэтому подписывайтесь, мы будем вам благодарны. Всем спасибо, до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok